Здесь якобы загрязнение воздуха было? Не было такого? Не знаю. Что жалобы поступали? Вот на эту вот жалобы поступали. На какую фирму? А к работе нашего предприятия нареканий не было, сообщила сотрудница, и для пущей убедительности закрыла ворота. Вот только с ней соседи не согласились. Как сообщил замглавы расположенный через забор фирмы, запах исходил именно отсюда. И от него у работника восстановилось дурно. Очень резкий химический запах. Он как бы непостоянный. Скажем так, ветер подует, появляется запах, потом перестает. На самочувствие не сказывалось? Ну как сказать вам? Как вам это сказать? Когда вы стоите возле заведенного автомобиля, у вас сказывается это на самочувствие? Почему-то у нас автомобили запрещают, да, правильно? Пользуются за экологию почему-то. Сказывается вам заведенное автомобиль на вашем самочувствии или нет? Как вы можете сказать это? То есть сказывалось, да, тем не менее? На экологию, если запах, если резкий, как бы неприятно и подташнивает. Амбра специфична, и его не спутать с другими, говорят соседи. И это несмотря на то, что в этой промышленно-коммунальной зоне много разных предприятий. Соглас информации, представленной на официальном сайте компании, фирма ВИКОМ существует с 1994 года. Специализируется на выпуске стеклопластиковых изделий. В производстве используются смолы. Кроме того, продукция окрашивается. Это-то и могло вызвать резкий неприятный запах. Территорию предприятия проверили экологи и выявили превышение вредных веществ. При том, что организованного источника загрязнения не было, нашлись и другие нарушения. У предприятия отсутствовал проект нормативов предельно допустимых выбросов, что является нарушением ст. 8.1 и разрешения на выброс вредных загрязнений веществ в атмосферный воздух. По ст. 8.1 был составлен протокол и вынесено постановление в отношении юридического лица. По ст. 8.21, ч. 1, а именно отсутствие разрешения на выброс, материалы были направлены в суд. По решению городского суда, деятельность фирмы была приостановлена на 20 суток для устроения нарушений. Экологи проведут повторную проверку в начале следующего года. Татьяна Коронава, Алексей Штунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте.